У нас уже 12-й час, 10 градусов на градуснике, солнечно и одновременно прохладно, такая осень-осень. У меня есть немного времени, и я быстренько хочу подстричь нашу ель, не деформис. Она у нас здесь растет, немножко истории про эту ель. В 19-м году она была куплена, но она была не маленькая, ей было уже года 3, наверное. Вот, так что ей уже получается лет 8. Сначала она у меня приживалась, росла в другом месте, потом я ее пересадила сюда, и она выросла такой же большой плюшкой. Уже начала здесь вот это вот все место занимать. Но вы знаете, ели не деформис, они такие очень плотные, очень густо растущие. И три года назад я уже поняла, что она очень стала густой. Внутри там было много грязи, разные насекомые, улитки. Ну и все, что хочешь, там в ней селилась. Вот, плюс нижние ветки все были на земле, и тоже это было грязно и некрасиво уже. Хотя они ценятся за то, что они такие вот плюшки, да. Как бы издалека смотришь красиво, а внутрь заглянешь, и там очень много грязи, рассадник для болезней. И вот три года назад я ее начала ставить на ножку. Во-первых, я удалила все маленькие ветки, которые шли от ствола. Это еще то было представление, потому что мне надо было туда добраться. А густота веток такая, что ну просто невозможно было туда с секатором пролезть. Вот, поэтому тут были у меня такие физические упражнения со стороны, как будто бы я занималась йогой. Вот, в общем, удалила я все вот эти вот ветки внизу. И оголила три года назад стволик, оставила там вот основание вот такое вот. Вот. Всего там несколько стволиков осталось. Один из них вот такой мощный, от него ветка идет, и второй такой же. На следующий год я продолжила поднимать, увеличивать штамбик. Вот, опять удаляла ветки. И в прошлом году уже здесь вообще была кардинальная стрижка. Я оголила уже ветки выше, вот, убрала вот это вот все, что тут нарастает на стволах. На веточках вот это вот все убрала. И такие у меня, вот он очень жестко, вот, даже я когда трогаю, это не мягкие. Веточки очень жесткие, колючие, поэтому очень сложно ее стричь. Во-первых, весь исколотый и сложно добираться. Поэтому я рекомендую эти ели начинать формировать, когда они еще маленькие. Вот, в прошлом году я сделала уже вот такие шапки. Они были все отдельно друг от друга. Вот, это уже все наросло вот за этот год. И сейчас мне надо будет найти опять эти шапки. Они были более четкие. Между ними было расстояние, вот, и они все в разном уровне. Но старалась я так делать. Вот, сейчас по ходу дела я пойму, что мне оставить, что мне убрать. Так как у меня еще тут есть растения, с которыми она соседствует. И вот видите, с барбариса летят листья, все это падает сюда. И здесь у меня, по-моему, загущено получилось. Поэтому посмотрим, что останется по поводу молодых елей нидиоформис. Вот, уже учитывая мой опыт с вот этой взрослой елью, я эту нидиоформис стала раньше ставить на ножку. Я тоже уже показывала. Вот, в этом году я оголила ее уже. Это был второй уже подход к этой еле. Я теперь не жду, когда они вырастут большими шапками. Потому что это будет очень сложно. Я знаю на своем опыте. И при входе в огород, вот у меня тоже здесь растут две нидиоформис. И с другой стороны, там тоже у нас дорожка в огород. Там тоже нидиоформис растет. Так вот, их я тоже уже начала ставить на ножку. Вот, видите, надо будет еще и их подработать. Уже внизу веточки склонились. В общем, с нидиоформис надо начинать работать. Чем раньше, тем лучше. Ну, а я возвращаюсь к этому взрослому экземпляру. И сейчас возьму свои ножницы. У меня все время спрашивают про эти ножницы. Ножницы Тобишо. Называются японские ножницы. Я ими пользуюсь. Ну что, начинаем процесс. Сегодня очень плохо спали. Дроны у нас летали. И взрывы были. В общем, и полнолуние еще. Короче, не обращайте внимания, если у меня голос какой-то опять не такой, не всем нравится. Вот, уставший. Ну, действительно, уставший, потому что мы уже устали от всего этого. В общем, беру я вот эту шапку. Она уж точно на ней останется, потому что она не конкурирует тут ни с кем. Тут только нужно будет разъединить. И вот такую вот фасолину. Я думаю, что я ее и оставлю. В принципе, симпатично она смотрелась. Бока ушки. Кому как удобно. Я иногда сверху сначала срезаю, потом боковушки. Как пойдет. Иногда, наоборот, внизу сначала все выстригаю. Как вот хочется, так и делая. Как удобно. Еще ведь зависит у многих от того, какая рука рабочая. Вот. У меня правая. А у кого-то, наверное, еще и левая рука. Так это... Ну, я как бы не могу себе представить, как люди так работают левой рукой. Вот. Они, наверное, не могут представить, как мы правой работаем. Настолько у нас все разные, да? Она изначально, это ель густая. А после стрижки в нее еще более плотная будет шапочка. И очень хорошо будет держаться форма, которую мы ей придаем. Вот. Это не лысые, например, какие-то тульки. и там пока добьешься густоты надо годами стричь. Тут нет. Тут совсем другая история. Она сама по себе плотная, поэтому быстро можно сделать такие плотные фигурки, набитые. Ну, в общем, вот так. достаточно быстро я привела эту шапочку в порядок. Сейчас еще чуть-чуть тут подрежу. с телефоном мне очень удобно. Примерно вот так. Вот такой итог. И сейчас я буду еще крупные стричь. сначала подстригу все крупные, а потом посмотрю, может, мелочевку вот такую, которую я здесь оставляла. Может быть, я их уберу. Посчитаю количество. Я люблю нечетные цифры. я оставлю нечетные количество. Не помню, сколько я здесь оставляла тогда. вот такая еще шапочка. Видите, они все в разных уровнях. Так лучше смотрится. Если, конечно, вам не надо прям такую фигуру какую-то ровную. вот видите, плюс здесь соединились они, две шапки. И я сейчас их буду отсоединять. Тут, по-моему, тоже у меня такие фасолины были. Вот. Всегда говорю о том, что когда уже форму задали, то потом стричь намного легче, чем искать ее изначально. Иногда вроде кажется, нашел, а потом раз-раз и все переделал полностью. Оказывается, надо было что-то другое подстричь. спасибо всем, кто посмотрел вчерашнее мое видео. Как я подождем стригу. Еще просят коники подстричь. Пока не знаю. Это тоже очень кропотливый труд. пока что они меня устраивают в таком виде. кто знает. Я могу знать, как утром проснуться и очень сильно захотеть что-то сделать. Что-то изменить. И все тогда. не удержать. Видите, я уже отсоединила. Тень моя мешает. Видите, как она красиво уже смотрится. Но я пока продолжу без вас. Вот есть три фасоли. Вот эту шапку однозначно оставляю. Тоже сейчас ее буду стричь. дым, а Продолжение следует... 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 оставляла эти вот одна вот вторая они у меня смыкались и получалось шапочка теперь я вижу что эта ветка мне не нужна я тоже срежу вот эта лапка еще я уже здесь ветки убрала еще ветки уберу и дам ей возможность сюда расти вот заполнить вот эту часть чуть-чуть и надо подтянуться вот видите все убрала и осталась у меня такая вот маленькая лапка здесь теперь я буду ждать когда она немножко увеличится чтобы здесь вообще все было гармонично приятно глазу вот в итоге я с этой елочки срезала три ветки вот эти две большие лапы оказались мне нужны еще маленькая ну а теперь уборка ну вот еще одна красотка подстриглась полила на фоне черной земли это все очень красиво смотрится такая теперь у нее форма преимуществ много я вижу в таких стрижках во-первых они не болеют легче ухаживать плюс появляется внизу пространство можно его заполнять другими растениями я когда это поняла то я начала все свои растения ставить на ножки на штамбы так как у меня участок не очень большой поэтому приходится такие хитрости использовать они приходят неожиданно с опытом вот так что стрижки всегда мне нравились и чем чаще стрижешь тем больше понимаешь что это не только эстетически красиво но еще и для самого растения тоже хорошо потому что уход намного проще за такими растениями нет вот этих густых кустов где внутри сухие ветки опавшие листва и все остальное поэтому я у себя в саду это все делаю еще у меня на этом участке небольшом есть тайки которые надо будет подстричь эту и даника сам шит у меня здесь лечится тис у меня здесь собственно говоря подстрижен ну-ка тут еще формы нет просто я его подровняла и барбарис это же пока еще в нормальном состоянии чуть-чуть тут сверху уже веточки муж обрезал тот можно будет еще подстричь так что ждите еще стрижек всем спасибо за внимание за то что были со мной смотрите мои стрижки всем кому нравится рада вас видеть на своем канале всем вредным которые хотят обидеть я вас к себе не приглашаю не хочу вас здесь видеть на моем канале этому рада всем добродушным людям с юмором с жизнерадостностью в общем заходите смотрите может быть что-то и для себя возьмете на сегодня все всем моим любимым зрителям пока до зустричи и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok